Всем привет! В этом ролике мы посмотрим с вами партию Каспаров-Георгиевых 1982 года. В молодые годы Гарри Кимович с огромным успехом применял против дебюта, который с давних пор считается очень надежным, против новоиндийской защиты. Мы выбрали линию, придуманную Тиграном Бартановичем Петросяном. Ход А3 направлен на то, чтобы избежать появления слона на Б4. То есть белые намерены поставить коня на С3 и хода слон Б4 черные лишены. Почему я выбрал именно эту партию? Потому что она очень четко показывает, что если черные играют с самого начала шаблонно, то их ждут колоссальные трудности. Итак, слон Б7. Вполне достойной альтернативой с огромным количеством теорий является ход слона 6. Впрочем, слон Б7 и сейчас является одной из самых главных линий в новоиндийской. На конь С3 черные играют Д5, не позволяя белым заткнуть слона Б7 ходом Д4-Д5. И после С3 конь бьет Д5, белые хотели бы захватить центр путем Е4, но немедленно Е4 не годится, потому что после конь бьет С3, БЦ слон бьет Е4. Были, конечно, и на эту тему партии в 80-е годы, и более того, даже в наше время, и после конь Е5 даже статистика в пользу белых. Но, к сожалению, для них у черных есть очень сильный ход Ферзь А4, после которого уже белым требуется задуматься о том, а за что они отдали Ферзь А4. Поэтому ход Е4 белые готовят разными путями, то есть часто играют слон Д2, чтобы взять на С3 слоном. Часто играют Е3 с дальнейшим слоном Д3 и проведением Е4 в два приема. Гарри Кимович в этой партии сыграл Ферзь С2, тоже ход один из основных. С пешкой Д4 черные обязаны бороться, и после С5 Е4 конь бьет С3, БЦ. Возникла достаточно стандартная ситуация, в которой белые захватили центр своими пешками Е4 и Д4. А черные как-то должны бороться с этим центром. И бороться не так-то просто. Самым естественным ходом является ход слон Е7, который сделал сильный румынский гроссмейстер Флорин Георгиум. Но объективно, сейчас сильнейшим считается конь Д7 с идеей как можно быстрее включить в бой ладью А8. То есть тоже черные развиваются, но, скажем так, более конкретно, чем после слона Е7. То есть у них появляется какая-то контр-игра. А на слон Е7 белые делают очень сильный ход, достаточно стандартный для новоиндийской защиты. Прием называется исчезающий ход. Слон Б5 шаг. Фишка в том, что без рокировки играть мало кому хочется. У белых есть рокировка, у черных нет. Хорошего мало. На конь С6 белые нападут пару раз на лошадь. Висит пешка на А7. На случай хода Ферзь С7 с дальнейшим переходом в Эншпиль с лишней центральной пешкой у белых. В случае Ферзь Д6 неприятно слон Ф4 с угрозой конь Ж6. Да и конь БЦ6 тоже не дает черным рокировать. Кстати, Ферзь БЦ7 на Ферзь Д6, возможно, тоже имеется. Поэтому на слон Б5 шаг, да, нет хода конь Д7. Из-за конь Е5 и после слон С8 у белых приятнейший выбор между слон С6, загнать ладью на Б8 и выскочить слоном на Ф4 между немедленным слоном Ф4 с идеей слон С6 и ходом конь С6, оставляющим черных без рокировки и дающим белым сильную проходную в центр. То есть, богатый выбор, это, конечно, тоже в какой-то степени недостаток, но вот не всегда. То есть, черные практически вынуждены заищаться ходом слон С6. Слон на С6 перегораживает линию С, не пускает коня на С6 и потом на А5 с борьбой за пункт С4. И после слона Д3, слон на С6 еще попадает под темповое Д5. Ну, в этой партии черные сделали самый популярный код, конь Д7. Естественно, рокировка. И сейчас, если рокировать, то белые вправе, во-первых, сыграть Д5 немедленно. То есть, за счет того, что черный король ослаблен, шансы белых выглядят более весовыми. Так, оценочка примерно плюс равно. Но можно и не торопиться. Можно пока пойти ладья Д1 с идеей сыграть Д5. И вот, скажем, в случае с Ж6, слон бьет Д5 уже играть опасно ввиду слон В5. С неприятными связками по линии Д. А в случае слон Б7, белым удалось запустить мощную проходную вперед. И потихонечку в партии Моники Сочка, которая играла белыми против неплохого казанского гроссмейстера Ильдара Ибрагимова. То есть, он нанесен вот такой удар. Бить на Ф7 нельзя из-за ладья Ф1. Ну, в общем, черным пришлось уходить на А8. И компенсации за качество у них нет. Мощнейшая пешка Д6, конечно, дает белым огромный перевес. Чтобы не допустить хода Д5, Флорин Георгио сыграл А6. Но, после ладья Д1, Гарри Кимович в своих комментариях указывает, что неплохо простое А4 и ФЕ2. Белые укрепляют центр и готовятся к игле на ФЕ2 фланге. То есть, мощный центр позволяет им не только атаковать короля, но и, допустим, пешка А оторанить ФЕ2. Также он указывает, что Д5 вот в данной редакции выглядит тоже очень интересно. Но белые выигрывают качество. А у черных появляется определенная контр-игра. Все-таки у них пара сильных слонов имеется. Поэтому Гарри Кимович сыграл здесь ладья Д1. И сейчас, если сделать рокировку, то после Д5, бить слон бьет Д5 нельзя из-за слона Ф7. И слон на Б7 такая жалкая фигура, которая не способна вообще никакой активности. В то время как белые слоны, то есть слон С1 выходит на Б2, очень неприятно нацелены на неприятельского короля. Плюс пешка Д, это не просто заищенная проходная, это пешка, которую надо все время блокировать, чтобы она, не дай бог, не побежала керзи. В случае взятия на Д4, сказывается еще один недостаток положения слона на С6. Конь бьет Д4. И у черных большие проблемы с диагональю А4 и Д8. Вариант указан Гарри Кимович. Ну а в партии было ферзь С7, и после Д5, ЕД, ЕД, слон бьет Д5, выясняется, что черные просто не успевают рокировать. Слон Б5. Дело в том, что в случае слон С6 у белых появляется вот слон Ф4. Ну понятно, что ферзь бьет Ф4, слон бьет С6, 3-0, как бы спасает коня, но от мощнейшей атаки по белым полям черным не спастись. Если же отойти ферзем на Б7, то у черных возникают проблемки с эвакуацией короля Е8. Это тоже, кстати, указано Гарри Кимовичем. То есть короля приходится ставить на Е8. И белые лаги обе в игре. И даже вот переход в Эршпель не уменьшает перевес. А более того, черный беззащитный перед ладья, идея ладья бьет Е7. Слон Д6, с лишней кибори. То есть слон С6 не работает. Флорин сыграл А6. И идея в том, что на слон бьет Д7 и С4. Черные не проигрывают фигуру. У них находится сильный удар слона Е4. И неприятности уже у белых. Впрочем, белые имеют вот такой мощный ответ слона Ф4. Партия Гарри Кимовича Каспарова. Это первоисточник. Но после нее было сыграно еще три партии на эту тему. Дело в том, что на Ферзь Б7 уже слон бьет Д7 вполне работает. Сейчас слон Е4 нету. И за Ферзь Б4 ладья Д1 защищена. А в случае Ферзь Ж4 вновь у черных проблемы с центральными линиями и централизованным королем. Который не может сделать рокировку из-за кольца 6. А в случае ладья С7, тоже вариант указанный Гарри Кимовичем Каспаровым. Что король Ф8. Ладья Д8 и мат на Е8. Что Ферзь Ф7. Ладья Д8. И черные теряют Ферзя. А их король остается в опасном положении. При плохо скоординированных фигурках. Поэтому черным приходится бить на Ф4. Все четыре партии. То есть все три кроме партии Гарри Кимовича. Все три партии, которые состоялись после партии Каспаров Георгию продолжались именно так. Слон бьет Д7. Король бьет Д7. Ладья бьет Д5. Игра очень естественная. Сейчас конечно лучше было сыграть король С8. Но абсолютно все играли король С7. Впрочем, нет сомнений, что король С8 с ладьей на А8. Но черным плохо, даже если белые просто заберут на Ф7. А у белых есть еще различные возможности, связанные с ладья Е1, ладья Е4. С ходом С4 и идеей Ферзь А4. То есть я бы наверное ладья Е5 изучал. Да, очень серьезно. А на король С7 самым жестким ходом является ладья Е1. Слон висит. Защитить. Кстати, на король С8 ладья Е1 тоже смотрится здорово. Да, и защитить слона не удается. То есть черные попали под мертвую связку. И остаются как минимум без фигуры. Да, при короле на С8, конечно, тоже ладья Е1 выглядит здорово. А черные... И уже в ответ на ладья А7, наверное, стоит сыграть ладья Ф5 и взять на Ф7. То есть ладья на А7 тоже как-то стоит не лучшим образом. Вот. В общем, после ладья Е1 нет лихода слона Ф6. Из-за ладья Е4 теряется Ферзь. А после слона Д6 ладья Ф5. Пешку Ф7 в черном удалось не потерять пока что. Нет, не удалось. Ладья бьет Ф7. В одной партии было король С6. Ну, понятно, что после король С6 у белых колоссальный выбор выигрывающих продолжений. Мне кажется, что самое простое это С4. И потом ладья Е6 с угрозой конь Е5 мат, с угрозой перс Е4 мат. Вот. Партия продолжалась, по-моему, в ладья Е6. И тоже черные не спаслись. Ну, а после король Б8 ладья Е6 висит слон. Надо ходить ладья Д8. Гроссмейстер Юрий Якович обыграл в 1999 году Ральфа Акессона, сыграв в этой позиции сразу Ферзь Е4. И после слона С7 в Ж3 выяснилось, что черные в Цуксванге. Видимо. То есть, черные сдались. А Гарри Кимович сыграл более жестко. Он сразу напал на Ферзя. Вот на Ферзь А5 уже Ферзь Е4 заканчивает партию. Также очень быстро. На ладья А7 последует. Ладья бьет Д6 и мат по восьмому ряду. А после Ферзь С6, Конь Е5, Ферзь С8. Вроде бы ладья на Е6 подвисла. Но последовала Ферзь Б1 и черные сдались. Так как пешку Б6... Ну, нет хорошего способа защитить пешку Б6 и вместе с ней черного короля. Атак на Б5, например, последует СБ. И грозит Ба, мат грозит Конь С6. Со скорым матом. В общем, после Ферзь Б1 черные сдались. Партия показывает, что... Показывает основные идеи белых в системе Петросяна. Новоиндийской защиты. И показывает, насколько непросто черным играть, если они в дебюте сделали вот такой вот шаблонный ход С7. Вместо современного Конь Д7. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова